День катастрофы и героизма европейского еврейства. В Израиле зажгли факелы в память о 6 миллионах евреев, погибших в годы Второй мировой войны. Христиане возвращаются в Ирак, как архиепископ пытается вернуть на родину верующих людей. Седьмое чудо света в Китае. В Шанхае появятся висячие сады Семирамида. Израиль отметил День катастрофы и героизма европейского еврейства. Это национальный день траура, учрежденный в Израиле в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приуроченный к дате восстания в Варшавском гетто. В этом году День катастрофы приходится на период заката солнца в среду по вечер четверга. Памятные мероприятия прошли в музейно-исследовательском комплексе изучения Холокоста «Ядвашем», где в присутствии руководителей еврейского государства зажгли шесть факелов, которые символизируют шесть миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. Факелы зажгли шесть израильтян, уцелевших в Холокосте. Среди них Равин Мейрлау, восьмилетним мальчишкой. Он был спасен в лагере Бухенвальд узником из России Федором Михаличенко. Ну а этим утром по всему Израилю прозвучала двухминутная поминальная сирена. На это время Израиль замер. В школах сегодня проходят уроки истории Холокоста, по всей стране молодежные патриотические акции. В центре «Ядвашем» в Иерусалиме состоится также церемония возложения венков к памятнику участникам восстания в Варшавском гетто. Традиционно пройдет церемония «У каждого человека есть имя», во время которой будут зачитаны имена евреев жертв Холокоста. Впервые такая церемония состоялась в 1989 году. Христиане возвращаются в Ирак. Первым человеком, который вернулся в родной город Каракоша, освобожденный от террористов ИГИЛ, стал архиепископ Йоханна Петрос Муш из Сирийской католической церкви. Он отремонтировал свой разрушенный дом и начал проводить в нем богослужения, пока здание церкви еще находится в руинах. Присутствие архиепископа и место для поклонения помогает многим беженцам, разбросанным по Европе и другим странам мира, принять решение вернуться обратно домой в самый большой христианский город Ирака. Более 18 месяцев назад город Каракош был освобожден от режима, запрещенной в России и ряде стран группировки ИГИЛ. Несмотря на это, гражданские лица не начали возвращаться в город, пока школы не открылись в октябре. Архиепископ Муш неустанно трудится над привлечением христиан вернуться обратно на родину. Он хочет воскресить то, что когда-то было наполнено жизнью. Более 22 тысяч человек уже вернулись в Каракош с момента его освобождения, в том числе около 5 тысяч семей. В основном это связано с усилиями архиепископа и членов церкви, оказывающих помощь в восстановлении. На вербное воскресенье тысячи каракошцев собрались в центре города, чтобы отпраздновать этот христианский праздник. Висячие сады Семирамиды появятся в Китае. Одно из семи чудес света построят в Шанхае. Об этом сообщает Shanghai Daily. Именно легендарные висячие сады Семирамиды послужили прообразом для нового торгового комплекса под названием «Одна тысяча деревьев». На сегодняшний день завершился этап строительства общего каркаса, и здание начало приобретать знакомый вид. Необычный проект был спроектирован британским архитектором Томасом Хизервиком. По его задумке, это будет не просто бетонный монстр, а место, которое будет вдохновлять дизайнеров и бизнесменов. Расположился будущий торговый дом на берегу реки Суджоу в старой части города. Внутри сооружения, помимо магазинов, будут размещены рестораны, художественные галереи, музеи, гостиницы и развлекательная инфраструктура. Для посетителей комплекс планируют открыть к концу 2019-го, однако полностью введен в эксплуатацию он будет лишь в 2021 году. В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза. Об этом сообщают известия, ссылаясь на данные Минздрава, представленные в отчете ведомства за 2017 год. Процент выздоровления оказался рекордным за все постсоветское время. В прошлом году снижение уровня смертности от этой болезни составило чуть более 17% по сравнению с годом ранее. В ведомстве считают, что на положительной динамике сказалось повышение охвата населения профмедосмотрами в целях выявления туберкулеза. В прошлом году он достиг 71%. Положительная динамика наблюдается в 71 регионе страны. Например, в Архангельской области показатель смертности снизился вдвое, в Карелии на 48%. В Рязанской области на 45%. Ну а самые низкие показатели отмечены в Белгородской, Рязанской и Липецкой областях. Один случай заболевания приходится на 100 тысяч населения. Напомню, туберкулез, инфекционное заболевание легких, оно излечимо, но терапия занимает достаточно долгое время, порой до года. У меня на этом все. Далее в выпуске новости христианского мира их вам озвучит моя коллега Жанна Мамилова. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. Христианские лидеры в Египте говорят, что множество людей приходят ко Христу, несмотря на взрывы в зданиях церквей и гонения на верующих, сообщает портал Виктори. Преподобная Андрея Заки-Стефанос, президент протестантской общины Египта, отметил, что верующие знают, что нападения террористической группы ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации, или других экстремистов на церкви могут продолжаться. Когда охрана знает, что я иду в определенную церковь, там будет двойная охрана. Но все предвидеть невозможно. В любой момент может появиться кто-то с бомбой или устроит резню. Поэтому каждый день мы доверяем Богу и просто идем, сказал он. Дэвид Кэрри, президент правозащитной организации Open Door USA, сказал, что несмотря на боль и шок, христиане крепко держатся за свою веру. Он отметил, что большинство египтян хотят быть плюралистическим обществом в том смысле, чтобы позволить коптам и другим остаться там, где они есть. Осужденный к пожизненному лишению свободы сможет посещать богослужение на территории столичного СИЗО номер 2 после ходатайства патриарха Кирилла, передает РИА Новости. Патриарх Кирилл на Пасху посетил бутырскую тюрьму, пообщался с персоналом следственного изолятора и заключенными. Один из пожизненно осужденных попросил патриарха походатайствовать о возможности посещения храма данной категории осужденных. Отвечая ему, предстоятель заметил, что посещение храма – это законное требование верующего человека, особенно в местах лишения свободы, где вера – единственная радость и поддержка. 9 апреля в Покровском храме следственного изолятора номер 2 города Москвы состоялось праздничное богослужение. Перед началом богослужения в храм был приведен один из осужденных к пожизненному лишению свободы, с которым накануне общался патриарх. В пресс-службе предстоятеля РПЦ выразили надежду, что этот прецедент послужит тому, чтобы и другие пожизненно заключенные тоже получали бы возможность посещать храм. Духовенство Британии говорит об опасности ограничения рождаемости через пособия, предупреждая, что лимит на двух детей в семье вызовет вспышку аборта в стране, пишет Седмица. 60 епископов Англиканской Церкви Британии присоединились к мусульманским и иудейским иерархам страны в их призыве к властям отменить лимит на двух детей в семье, имеющих право на пособие. Они предупреждают, что дальнейшее сохранение лимита приведет к росту аборта в стране, поскольку он побуждает женщин ограничивать деторождение. Кроме того, это ограничение, действующее уже целый год, содержит достойное сожаление посыл о том, что одни дети ценнее других в зависимости от их места в череде потомков той или иной семьи, утверждается в обращении Собрания высшего духовенства. По словам пастора единственной католической церкви на территории сектора Газа, за последние шесть лет число христиан здесь резко сократилось. С четырех с половиной тысяч до всего лишь тысячи человек из-за суровых условий, сообщает Седмица. Отец Марио да Сильва рассказал, что жители Газа живут так, как будто это тюрьма под открытым небом. Уйти отсюда невозможно. В Газе проживают почти два миллиона человек, многие из которых никогда не покидали ее из-за введенной Израилем экономической блокады с 2007 года, связанной с тем, что территорией управляет Хамас. Отец за себя пояснил, что несмотря на то, что люди не могут уехать официальным способом, имеет место исход палестинских христиан, воспользовавшихся случайными возможностями, чтобы выбраться, посетив значимые библейские места в регионе, в частности Иерусалим. Для того, чтобы побудить христиан остаться, приход святого семейства до Сильвы работает с 12 сестрами-монахинями, объяснил он. Священник также стремится обеспечить материальную помощь. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!